МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плюс на лицевой и пластический хирург уверена, нужно уметь не только грамотно здороваться, но и прощаться. Этикет гласит, если люди находятся в большом пространстве, то мы прощаемся только с теми, кто близко. Причём, если рядом не один человек, то это всегда прощание общее. Всем пока. Что-то такое, да? Совершенно верно. Но не кричим эту фразу, то есть говорим её внятно, чтобы её услышали, но без перебора. Мужское рукопожатие при прощании уместно тоже только с теми, кто стоит или сидит рядом, или же с теми, кто встретился в коридоре. Альбина, как быть в такой ситуации? Предположим, я уже ухожу с работы, в дверях встречаю человека, который только что вошёл. То есть вы видите его сегодня первый раз? Да. Амина, смотрите, зависит от того, какие между вами отношения. Если они сугубо официальные, то есть, например, это какой-то большой руководитель, то вы обязательно говорите ему «Здравствуйте», «Добрый день» или «Добрый вечер». Послушайте, но ведь может так случиться, что я его уже больше не увижу в этот день. Да, но он, скорее всего, об этом не знает. Вдруг вы просто под конец рабочего дня вышли на улицу, чтобы взять какую-то посылку, которую вам привёз курьер. То есть логика здесь главная такая. Видим человека сегодня впервые, следовательно, без «Здравствуйте» не обойтись. А вот если вы встретили в коридоре человека, с которым у вас более близкие отношения, можно и поздороваться, и тут же попрощаться. Охранникам, сотрудникам стойки администрации, даже если мы, уходя, видим их сегодня впервые, говорим только «До свидания». Альбина, а что насчёт клиник и салонов красоты? Девушки на ресепшене. Мы подошли, поздоровались, а уходим лучше? Вы знаете, этикет нам говорит «Люди не мебель», поэтому обязательно с ними прощаемся, даже если они нам ничего не ответят, потому что они просто могут быть заняты с другим посетителем. Можно сказать «Прощайте»? «Прощайте». Ну, если мы подразумеваем, что это наша последняя встреча, то есть это какой-то такой печальный момент. А что насчёт хорошего вечера? Это не будет грубостью Амина, но всё-таки желательно в этикете более полная формулировка «До свидания» и «Пожелания». «Хорошего вечера». Итак, если вы сидите в очень большом кабинете, и рядом много коллег, «До свидания» говорим тем, кто находится за соседними столами. Мужское рукопожатие при прощании уместно только с теми, кто очень близко.